Светлана Иваненко 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 Ну а как вот нейтрализовать это влияние, но в то же время не поссориться, да, с матерью, потому что многие решают вопрос радикально, да, то есть там меньше общаются, да, разъезжаются по разным домам, но в итоге это тоже ни к чему хорошему не приводит. Вот как же с точки зрения психологии экологично это сделать? Ну вы знаете, такой парадокс, что переезд и большое расстояние ничего не меняют. То есть вот эта вот связь, если она не гармонизирована, она остаётся внутри, и она болит и с одной, и с другой стороны. Так вот, для того, чтобы гармонизировать эти отношения, ну допустим, со стороны дочери, что нужно делать? Это, во-первых, принять бессилие перед тем, что, ну вот, в её детстве было так. Ну потому что причина конфликтов со стороны дочери, это часто детские обиды. Ну, чего-то недополучила, недопоняла, там, недодали и так далее. Так вот, важно прожить это бессилие, что уже по-другому не будет. Для того, чтобы принять свою ситуацию, свои отношения с мамой, очень важно понять, как она жила. Ну, вот её историю, её детскую, может быть, историю. Могла ли она, ну, давать своему ребёнку, своей дочери то, чего так хотелось. Вот, со стороны матери очень важно всё-таки задуматься о том, что смысл жизни всё-таки должен быть свой, собственный, и он не должен заключаться даже в детях. Вот, и важно понимать, что взрослая дочь — это уже взрослый человек. И в её жизни то, что не удалось матери прожить, невозможно, что у дочери будет другая жизнь. То есть здесь важно, чтобы с двух сторон были какие-то действия, с двух сторон понимание. Ну, тогда это возможно. Ну, а вот такой момент, что, ну, вот я скажу, я принимаю, да, но, возможно, это ничего не даст, да, то, что я говорю, что я принимаю. Что-то, может, нужно сделать, написать, как-то сходить к психологу. Что нужно сделать? Ну, сходить к психологу всегда полезно. Не помешает. Да, вот. А по поводу того, что нужно сделать, ну, во-первых, признать, прожить, дожить детские обиды. Ну, вот где было больно, где было, возможно, там невыносимо, чего-то не хватало. Для себя это всё проговорить. Второе — это вот то, что я уже говорила, это признать, что, ну, ничего уже изменить нельзя. То есть прожить это бессилие. То есть принять как данность. Да, принять как данность. И третье — признать, что я уже взрослый человек. И, ну, вот так парадоксально, но стать родителем самой себе, стать мамой самой себе. То есть позаботиться о том, чтобы, ну, вот, додать себе то, чего я недополучила в детстве. А вот такой вопрос, когда мама и дочка близки подруги, даже во взрослом возрасте, многие считают, что это положительный момент. Так ли это? Вы знаете, здесь очень такая тонкая грань. Ну, с одной стороны, это хорошо, когда есть близкие отношения матери и дочери. А с другой стороны, всё-таки подругами быть нежелательно. Ну, вот именно уровень подруг. Да? Потому что для того, чтобы мама могла поддерживать дочь, для того, чтобы она могла быть для неё такой незримой защитой, она всё-таки должна стоять немножко выше. Да? Ну, быть. Быть в семейной системе вот на другой позиции, на позиции более старшего. Вот. И в позиции, если мы подруги, то это просто теряется. Поэтому вот хорошее, тёплое, близкие отношения, но это отношение мамы всё-таки и дочери, не подруг. Это отношение старшего и младшего. Это отношение более взрослой, опытной женщины и молодой женщины. Ну, а вообще, как вот это принятие впоследствии может повлиять на судьбу дочки? Ну, можно сказать, что каждый из нас состоит из двух половинок. Мамина половинка, папина половинка, да? И для женщины принятие матери, её жизни, её опыта, это принятие своей женской сути. И можно сказать, что путь к тому, чтобы чувствовать вот эту женскую силу, он лежит через принятие матери, через принятие похожести с матерью. Потому что иногда вот встречаются такие вот ситуации, когда сложно принять маму, потому что я на неё чем-то похожа, я это отрицаю, там, допустим, и против этого борюсь и так далее. Вот так вот, вот это как раз момент является самым важным. То есть принять вот эту похожесть, принять то, что мы близкие, родные, и, ну, быть на неё похожей, это, ну, вот так есть. Ну, и тогда это, на самом деле это один из ключиков к тому, чтобы сложилась женская судьба. Ну, тут ещё риск антисценарий, чтобы не реализовать, да, то есть я буду делать всё против и буду делать антисценарий. Да, вот антисценарий это как раз-таки вот тот вариант, когда женщина остаётся на этапе вот этого бунтующего подростка. Ну, когда она продолжает отделяться и никак не может отделиться от матери. Но отделиться я имею в виду внутренне, психологически, не физически, на расстоянии, да? То есть принимаем, да? Принять маму такой, какая она есть, её опыт, образ жизни. Уже тема досыть такая, есть на чём замыслитись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok